Когда команда понимает, что в Super Late Mindgames ей не выиграть, потому что менее опытные игроки и так далее, хотя в случае, я не понимаю, почему так считают, они начинают экспериментировать. И в данном случае эксперимент падает на ультра-быстрый фаст-пуш через Хауль, подхил от Дазла, Ликантроп, Некрачи, я уверен, скорее всего, будут, миллион пачек. И теперь Нави нужен какой-то сплэшер. Эмбера забанили Team Spirit, Свена убрали сами Нави. Какой герой неплохо справляется с этим диким количеством самонов? Потому что Форджи, Некрачи, Волки... От спама, честно, практически нет. Ну хорошо, есть Пак? Вот, а Пак не убивает, он не убивает с двухкастов даже. А если там появится быстрая Мека, он... Он вообще ничего не убивает, в этом-то и дело. И сейчас Нави, во-первых, нужно взять пятым героем что-то, что сможет отспамить. Я не знаю, какие варианты. Во-первых, кого у них там хватает? Ну у них Тащер не хватает. Ну давай, Тащер, который может отспамить. Керри Лина разве что какая-то. Ну это очень сильный риск. Потому что если какая-то... Да у тебя как бы уже все-все достаточно кисло. Если появится какая-то пайпуха... А она появится, возможно. ...пайпуха сможет. Да, ну, не знаю, сейчас поглядим, кого Габлак не захочет видеть. Но спам лица Эмбера Геролета был убран в пол. Тебе понятно, по каким причинам. Геролет единственный, наверное, керри, который способен драться уже без вообще каких-либо артефактов. Просто закинув там парус пылов, неплохо может почистить. Осталось 10 секунд. Да, но от кого стоит избавиться? Осталось 5 секунд. Остало времени остается у Габлака. Да, времени не остается. Совсем выбирает он Урсу. Тоже не совсем понятно, по какой из причин. Может быть Урса с ботов, Юрь? Ну, опять же, на спам она вообще никак не заходит. Драться она тоже рано не может. То есть, почему это именно Урса, я, честно, немного затрудняюсь ответить. Возможно, чтобы просто на линии эта Урса не слишком раскачалась и не дала потом по щам. Очередь команды Сил Тьмы выбирать героя. Ну. Пока хорошо. Минус Shadow Shaman. Тут тоже все понятно. И абаддончик. Фирменный абаддончик. Габлака. Габлака, да. Ну, вроде тут все понятно. Мы сейчас будем пытаться увидеть 23-х. Максимум 28-минутную катку. На самом деле, если вдруг Team Spirit не смогут за 25, у них все равно есть вариант неплохой поиграть в Super Late. Да, у них хорошие шансы потом. Хорошие герои. Даже не какая-то пугна против... Еще Фурион не будем забывать. Фурион, он очень мягкий, может быть, в флейт-гейме. Просто за счет того, что позиционку вы не можете нормально вокруг него строить. Я верю в Фуриона. Да я специально не стал акцентировать внимание на тебе и Фурионе. Ну, видишь, мы потихонечку подошли. Да, ну и теперь Na'Vi. Na'Vi, Na'Vi, Na'Vi. Твоим последним героем. То даже если ты выигрываешь начальную стадию лейнинга, я говорю про Na'Vi, то есть ты хорошо ее выигрываешь, у тебя все замечательно, ты обзаводишь с каким-то айтемами. Тебе в любом случае вот в этой драке 5 на 5 очень больно, потому что зафокусить Дазла моментально ты можешь, а разве что врывается пак, дает ему сайланс и так далее. Но при этом есть Абадон, который, скорее всего, стоит за спиной и моментально даст ему щиток. И начнется хил. Да будет хил. Абадона ты просто убить моментально не можешь, потому что... И тут фишка в том, что ты никого не можешь убить быстро. Вот в чем дело. Ты сможешь убивать этих людей, либо же не обращать внимания на все эти патхилы, только уже минуты после 30-й, наверное. Когда у тебя действительно уже будет очень много урона, или с руки ты будешь нормально наваливать. Ну тут, во-первых, с руки некому наваливать. Пока некому, да. Вот именно. А во-вторых, если все будут правильно собирать спирит в плане артефактов, а это, скорее всего, будет действительно и мека, и пайп. Без пайпа тут тоже делать нечего практически. Ну если до него, естественно, зайдет дело. То, по сути, вариантов удары не так много остается. С руки бойцов практически нет. Они реально отсутствуют. Вот только последний пик, может, как-то исправить этот палаш. Ну вот он! Так, да. Ты единственный герой из ботов. Фьюри, который может там что-то... Опять же, это игра ва-банк. Игра ва-банк, а-ля если нас не спушат за 30, то потом мы сможем повоевать. Посмотрим. А ну вот мы еще раз напоминаем про ставочки. Ставочки неплохие. Пятерик такой, ты на арту. Причем это даже не столько неверие в нави, сколько в принципе понимание того, что 5 это реально слишком. Пятерик, поставив адгин Бугатти. Роман, мы все время говорим про поставить Бугатти, но чтобы поставить, как говорил Кот Матроскин, чтобы поставить Бугатти, надо сначала заиметь Бугатти. Тоже верно. Вот, возможно, у хозяев ЕГБ Бугатти есть. Осталось 10. У тех, кто ставит на ЕГБ, скоро и печень не останется. Возможно, если Артур выиграет этот матч, у хозяев ЕГБ появится еще пара Бугатти. Осталось 10. Да? Да, ну, начинается у нас потихонечку игра. Так, ну у нас тут проблемы с мышами. Опять где-то, возможно, в офисе нами мыши завелись. Мыши завелись? Да. Так, о, сейчас, буквально секундочку, друзья. А, ну поговори что-нибудь, пожалуйста. Я говорю что-нибудь. Молодец. Спасибо, мне, в принципе, за это платят. За то, что я что-нибудь... Мне вообще все платят, что? За то, что я что-нибудь говорил бы. Когда-нибудь. Начнем с того, что тебе, в принципе, платят, что? Я что? Я где-то лоханулся. Да... Блин, какая офигенная клавиатура. Всегда мечтал об этой клавише. Которая пробел на пол. Я потом... Нет, я потом выложу... А, я потом выложу это. Оно у меня не работает. У меня работает. У меня в итоге... Ты же гениальный. У меня все поломалось. Тебе поломалось? Нет, все, все, у меня опять починилось. Ладно, друзья. Собственно, начинаем, наверное, с небольшого представления коллективов. И начнем с команды Na'Vi. Санейк будет бегать у нас на Сэн Кинге. Ахмо. Спиритбрейкер. Дэнди. На паке. Артстайл. Бэйн. И дитяра Антимей. Молодец. А у меня... Давай дальше тоже. Хорошо. Ну и, собственно, у команды Спирит мы видим Артур. Он же Габлак. Бегает на Абадоне с такой интересной маской. Айсберг. Идин Вокер. Always Wanna Fly. Дазель. Рамзес. 6-6-6. Ликан. И... Афтерлайф играет на Нейчурск. Поехали. Давай, едем. Если нас смотрит рука, техподдержка. Моя рука? Пожалуйста, напишите мне, я вас жду. Да, ну, собственно, погнали. Смотрим. Верхняя рука. Начинается уже первое, скажем, визуальное пока столкновение. Сынкин говорит, я вас сейчас всех здесь закопаю. Но не ведутся Спирит. Они просто выходят четвером на руну. Естественно, ни Спиритбрейкеру, ни Сынкингу. То есть ничего не светит. И... Ну, нижнюю руну забирает Димон. Верхнюю руну забирает Айсберг. Дэнди на паке. Мы давно этого не видели. Давно пак. В принципе, пак, в принципе, вылез из сейчас профессиональной доты. Ну, потому что, я считаю, ему надо сделать парочку скиллов, которые будут наносить пьюр дэмэдж. Ну, вот, я тоже предлагал. Хотя бы, либо орб, допустим, пьюр сделал. Ну, просто, чтобы было. Потому что, ну, нужен ему какой-то баф. Да, его там где-то чуть-чуть усилили временами. Но он реально скатился, этот персонаж. Потому что сейчас появляется слишком много БКБ. Слишком много резистов к магии. И вот эти, Глиммер, например, появился. Все, ты собираешь Глиммер, пак абсолютно бесполезен. Ну, это просто мусор. Не знаю. Либо пака использовать в каких-то других целях. Возможно, пробовать оффлейн пака через Аганим. Ну, вот оффлейн пак. Раньше же так и было оффлейн пак. Он часто стоял, потому что у него были эскейпы. Смотри, гоняет. Тут Санейка выходит сейчас. Слушай, слушай, там Дэнди серьезно забыковал. И Айсберг купился на это. Провокация сработала. И в итоге это будет Ферст Блад. Замечательный выход от Нави. Айсберг немного проморгал. Вот он поверил в то, что сейчас Дэнди Бона получится как-то сильно расхарасить. Возможно, даже убить. И не обратил внимания на то, как к нему с фланга просто выбежал Санкинг. Внаглую. Так что хороший Ферст Блад. Да, Санкинг с сапогом, поэтому он очень мобильный. Метить. Да, плюс он еще деньжат только что заработал. И в итоге с 500-ками отправляется сейчас, мы видим, на верхнюю линию. И будет тоже пытаться наделать ветер. Кстати, вот Флай сейчас может тоже немного встрять. Если бы пошел чуть дальше за Спирит Брейкером. И точно так же мог бы выйти Санкинг. И Спирит Брейкер не заставил бы себя долго ждать. Главное инвокеру в такой игре сейчас не нафидить. То есть не обязательно выигрывать в салат лейн. То есть, ну, пак там обзаведется с каким-то даггером. Это, конечно, будет очень плохо. Но, тем не менее, если ты не нафидишь, соберешь там какие-то сайфы изы. Соберешь начало не крочи. Я так подозреваю, что он будет собирать с такой игрой. Они ему просто нужны. В общем, ему надо отстоять лейн более-менее нормально до 10-12 минуты. А потом начнется экшен уже командный. Дальше будет трудно напить, потому что тебя за спиной дазл и... Так, тут сейчас хорошо вышел Арцелл на нижнюю линию. Сбил Кларити. Профит в итоге тот абсолютно без маны. Ну, там Кэт когда-то. Вот в итоге вынужден до второй Кларити пропивать. И видим, что Авадон стянулся в центр. Заставил его туда перетянуться Санейка. Ну, понятно, что баланс сил немного сместился на карте. Свет от Спиритов достаточно очевидный. Да, у Фрион уже третьего уровня. Грыжные стики. Интересный выбор, кстати, на начало игры. С сапогом с грыжными стиками играть. Опасно весьма, потому что Бэйн ходит. И Бэйн скоро сможет приобрести себе сапог. И с сапогом Бэйн легко добирается с липой и так далее. Флай. Под хилл есть. Санейка должен копать. Копает Санейка. Флай. Уй, башик! Ой, да ладно. Слушай, успевает. Успевает нажать Грейв. Но Санкинг с тапком. Разбываем. Санкинг с тапком. И он просто идет до конца. И делает свой мин. Санейка уже второй фраг в этой игре делает. Ух уж этот Санкинг. Опять начинает нагнетать обстановку. Ну, не знаю. То ли Дазл не поверил, что ему тут может быть крышка. То ли просто немного не прочувствовали момент. Спирит в итоге 2-0. Нави ведут. Ну и мы видим, что антимаг хорошо сейчас фармит. Конечно, пока еще рано говорить в принципе про этого антимага. Пока минуты там до 15-го он будет собирать свои БФ. И потом еще что-то. Выход опять на айсберга. Айсберг. Ну, опять начинает его принимать. А тут Сантричок стоит. Вот так вот. Но есть Дазл. А у Дазла Грейв в кулдауне точно. Он же только что его кидал на себя. И вот он третий минус. И опять Санейка. Нет, подожди. Пак, Пак, Пак. Пак забрал фраг. Но я про то, что Санкинг опять здесь. Опять он тут как тут. Тут 2 спасателя. Ты понимаешь, что тут Дон и Дазл. И они не справляются. Мы говорили про то, что они... Ну, на них можно будет, грубо говоря, классно класть булт. Да, он опять пытается убивать. Да, это был дэмэджем. Маны, правда, сейчас заканчиваются. Маны заканчиваются у Санейка. Теперь он отлететь ничем не может. Потому что он просто пытается убежать. Меняет срочное направление передвижения. Арт сталки. Временем пытается забрать. Афтерлайф, афтерлайф проедает еще один фаррифайер. Габлака нет вижна. Габлака нет вижна. Поэтому Санейк спокойно выживет. Но нужно было накидывать щиток на себя. И просто... Санейка умрет. Санейка умрет. Да, зря подставился. Но в итоге... Должны будут убивать. Хотя тут да, слушай. Ну, вот в итоге получилось все очень неприятно для Na'Vi. Могли они разменяться вообще просто идеально. Если бы Санкинг тупо убежал отсюда на базу. Но решил он остаться. Что ж, выбор его. Абанон уходит умирать от нейтральных крипов. Тут еще Дэнди сгорает сейчас в миде. Вот так вот. Спирит сразу очень дерзко отвечают. На Виам. Да, мы по-прежнему склоняем слово Na'Vi. Если вы не склоняете, тогда мы идем к вам. Слушай, Ликантропа оставили. Ну вот, да, как раз вот, если мы говорим про антимага, то, что на него все равно еще минут 15-20 нельзя обращать внимания, то как раз на Ликантропа внимание обращать стоит. У него может появиться очень быстрый Владмер. Сейчас без команды просто начинает пушить. Причем очень неплохо. Подходит за Спирит Брейкер. Он четвертого уровня. Да, это здорово, но манны у него нет. Есть стики. Есть стики и манга. Если что, он на карте где-то присутствует. Инвокер. Ну, скорее всего, это будет Мидас стандартный. Ломают варды. Инвокеры не часто изменяют своим Мидасом. А Мидасы на инвокерах это достаточно инвестиция. Так, тут у нас Артур сейчас на нижней линии, которого, кстати, хотят убить. И вот единственный один из неплохих станов подходит. Сейчас начинают попадать на габлака. Мана выжигается, но не полностью. Успевает он кинуть на себя щиток. И, возможно, благодаря этому уйдет. Да, так и получается. Ну, у дитяры, между прочим, у дитяры-то всего лишь один скиллпоинт закинут в атрибуты. Соответственно, у него уже второй монобрейк. Так что, ну, ману не хватило немножко выжить. Да и бог с ним. Он, в принципе, больше не мог себе позволить. Там начинается пуш жесткий на топе. Ну, тут вот заходит СК сейчас. И у него могут быть проблемы. Он, возможно, не успел прокликать на наличие сантряков. А сантрики есть. И вот, да, сразу же успел выйти из тучки, чтобы не подставляться лишний раз. Ну, а были бы спроты, но скорее бы все забрали. Потому что фурион закрывают. Нужно разгоняться. Отсюда разгоняется. Ну, отпускают, да. Но прогнали с лейной. И в итоге уже начался всего седьмая минута. Падает Т1 у Нави. 1200 на руках у фуриона. Не знаю, что он будет собирать. Опять же, может и в Мидас пойти. Вот первая вышка не такая большая проблема. Если упадет еще один тауэр на этой линии, это будет уже действительно неприятно. Просто потому что бабулесы. Мало того, что бабулесы, плюс Ликан в один прекрасный момент может просто к вам прийти с некрачами и сгрызть половину Т3. Так, чисто случайно. Конечно, Санэйка может вот так вот постоять в песочке. Там немного поотпушивать. Но с появлением некрономиконов или если придет больше одного Ликана на линию, он так не постоит в этой тучке. Опять гоняем Габлака. Там Габлак, кстати, 5 уровнем. Очень неплохо чувствуется Абадон на оффлейте. Если по крипам есть проблемы. Хотя как? У него нетворс ровно такой же, как у Сангинка, который хотел и убивал по карте. Абсолютно точно такой же. Это значит, что у Абадончику все замечательно. Один из крипов есть. Транквилы. Он там Абадона, интересно, талончик имеется в наличии. Железный талончик. Пойдет в лес, возможно. Талон? Талон. Так, появляется Денди. Мидас, наконец, появляется у Айсберга. Ну, Денди, честно, непонятно, что тут делает. Понятно, что у него был Бэйн. Решил малость похитаться. Там ставить инлокера кнопки понажимать. Но вообще-таки телодвижения, они достаточно здоровые. Да, уходит на рун. У Родинолыни нет, он все с собаками делает. И у него практически готов Владмир. Владмир здесь сильно команду пробустит. Это не только чистый лайфстил. Это еще и 15% атаки, и армор. Ну, Владмир вообще очень хороший артефакт, особенно если ты давишь. И антимаги это тоже понимают, потому что у антимага зачастую так же появляется Владмир. Просто чтобы постоянно пушить, твоя линия была сильнее, если ты на ней находишься. Крепчики, чтобы под вышкой так сильно не умирали. То есть это действительно очень классное приобретение. Все, шестой уровень Абадон. Теперь это худший таргет для Ганга. Я думаю, на него даже не будут тратить ресурсы. Шестого еще его можно убивать. Там как-то подловил. Сейчас слишком много контроля. Надо и ресурсов, чтобы его забрать. Ну, скорее всего, трогать не будут. Надо сосредоточить свое внимание на каком-то другом. Типа Ликантропа. Но, чтобы его убить... А, ну так спирит брейкер уже шестого уровня. Все хорошо. То есть ультвайт есть. Можно подержать на месте его долго. Вообще, да. Вообще, можно попытаться было бы как-то сейчас сбрить Рамзеса. Но никого нет на верхней линии. Дэнди, мы видим, пытается дофармить, скорее всего, даггер. 1600 уже у него есть. Хотел бы займеть ПТ. Уже давно себе приобрел этот тапок. И что там у Санейка? Ну, Санейка, он немного пропал. В последнее время, видимо, занялся фармом лесным малость. Но он там всего 350 голды вывез оттуда. И в итоге с своими Транквилами и Сволл Рингом управляется на верхнюю линию. Там уже крепчики подошли вплотную. Тарашана решили забирать. Это получится, на самом деле. Есть ли Хауль? Хауль имеется. Подходит сюда пенечки. Сейчас будет все это дело прожиматься. Да, пассивочка также у Абадона вкачана. Поэтому атака по Рошану будет коренной. Да, очень-очень быстро его сгрызают. Реально очень быстро. Это при том, что даже не медалек нет ничего в этом духе. Просто рученьками очень качественно сделают. Случа сам, на фауру и так далее. Этого достаточно. Вот под Хилл Зазла падает Рошан. Это еще бонус денежка для спиритов. Сам это в шоколаде, на самом деле. То есть из-за того, что падают дышки, забирается Рошан и так далее. Ты даже ничего не фармишь. Ты все равно себя неплохо чувствуешь. Вот это какие-то стики, сапог. Это все есть. Чуть 400 сверху. Некоторые саппорты не имеют столько к концу игры. Сколько у Дазла сейчас есть на 11-й. Там интересно было только что, блинка-то не мага. Мне на секунду показалось, что меня глюкнуло. Но он блинканулся на месте. Так и было? Да. Вроде так и было. А то кулдаун я увидел потом. Скорее всего, он так и сделал. Но забирается еще одна вышка. Все, начинают спирит давить. Нави прекрасно понимают, что они не могут оказать никакого сопротивления сейчас. Поэтому надо просто плитпушить. Надо забирать в ответ вышку. Все верно. Поэтому сейчас они занимаются именно этим. Детя обращаются в центр, для того, чтобы просто было больше демеджа на линии и по крипам по зданию. И вроде урона там у него не слишком много, но все равно. Лучше пусть он находится где-то здесь. В его лесу все равно сейчас это опасно. Потому что до его леса пройти спиритом буквально два шага сделать. Это 10 секунд времени. Слишком высокий риск того, что ты можешь погибнуть. Но он подтягивается. Ну, надо нужно дефать. Дефать. Пак. Не чувствует этот кп. Так вот, крипы выжили. Все, даже рыжевые стоят и все. Они под Владмиром, смотри. 70, там 70, 80, бам, Назл подхилил. Все, они опять ловы. Пак, над спам. Но в итоге увидим только со второго захода. Со второй арбы. Так новые крипы, новые крипы. О, именно. В этом-то и проблема. То нужен второй герой, который способен этим заниматься. И пока есть Аегис у Инвокера, он готов заходить, что играл. Он боковать, танковать и так далее. Есть подкоп. Санейка должен ставиться в арт. Есть в арт. Санейка, будто из пруты. Спрутов нет. Хоет отсюда. А половину-то три уже снесли. И продолжают бить. Санстрайк. Отстайл. Ой, как же пригорел. Ваня сгорел. Есть разгон. Спиритбрекера втыкается. Сайленс. Отденди по троим. Неплохо подкоп тоже хороший. Есть дропа Егиса. Есть Грей. А дальше что делать? Дальше Дитяра не может драться, потому что даже ульты нет. Инвокер появляется фуловой с полной маной. Вообще ничего ему толком не сделать. Только не забашить его до смерти. Брянка, конечно, возможен. Это что, целых 17% вероятность подобного события. Но вышка падает. Вышка падает и продолжают спиритбрекер. Пак прыгает в очередной раз. Дает проказ, но слишком мало урона. Слишком жирные эти ребята, которые зашли на базу. И они начинают ломать здание. Причем начинают ломать с более сильного здания, потому что понимают спирит, что они могут его сломать без особых проблем. И они справляются со своей задачей. Молодцы, спирит. И опять разбеждаются спиритбрекера. Фуриона. Фурион толстый, 807 кп. Там Инвокер Блак по четверым дал. Санэйка умер, а Тимак умер. И это минус сторона. 13-ая минута, минус сторона. И это сейчас самое страшное, то что Нави никого не забрали. Нави никого не забрали здесь. У Инвокера уже готовы вторые некрачи. Если что, на 13-ой минуте это после Медаса. И с Медасом у него до третьих некрачей моментально все дойдет. Или я обманул. Или ты первый, не короче. Короче, я тебе просто открываю график по Нетфорсам. И тут все становится очень плохо. В один миг все становится нереально плохо. Это слишком много. Ну вот только-только устаканились графики на отметке 8-8,5 тысяч. И это, я еще тебя немного дополню, это при том, что нет меки, ни пайпов. Чего такого? Спирит, если бы захотели, сильно захотели, они могут себе позволить, я думаю, подобные вещи. Ну, кстати, кстати, смотри, Даззл... Даззл собрал медаль. А зачем? Потому что тут актуальнее было бы как раз либо... Мека, возможно, типа грифсы. Мека и грифсы, да. Вот грифсы, мне кажется, смотрит ярче. Огромное количество петов, саммонов и так далее, которых надо выхиливать и так далее. То есть, ну, своей Shadow Wave, это, конечно, здорово, но мека или грифсы... Ну, может быть, посчитал то, что у него не хватит времени банально для того, чтобы ее дособирать, потому что он вроде как не фармит. У них в команде фармить должен был бы Абадон, и он типа фармит. У него 4-300 инфорсов, у него сейчас 1800. То есть, может быть, Абадон меку купит, кто его знает. Может быть. Еще и не ест. Чтобы пака ловить, я так понимаю. Так, ну вот он с Анейка подходит. Вот с паком. Теперь получилось немного отспамить, ну, потому что с Анейка выдал водовую, много побычил, его тут сейчас поджарят. Малость нет, не получилось поджарить. Он успел уйти. Ну, и будут забирать еще, наверное, эти Родин по центру. Будут. Вторые не крочи. Первые не крочи. Посмотри, как вышка падает быстро. Это просто жесть. Причем по барабану, что Ликантрон подставляется. Его, во-первых, не забрать, потому что там он дазл, а вышка все это время падает. Чего не можешь с этим делать? Сумоны просто ломают тавер. Я вижу эти 5 героев во всех пабах страны, потому что стратегия настолько примитивная и настолько простая, что воспользоваться ей особо даже много, ну, не знаю, микроскилла не нужно. То есть для вас главное это организованность. Потому что вы собрались пятером и пошли в один момент. Появляется блинк у Сенкинга. Возможно, это немного изменит хотя бы заход на хайграунд. Возможно, получится хотя бы подраться. Вот хороший эпицентр. Показа хила нет. Отойдут, я думаю. Вот тебе Мека. Вот Мека. Появляется БФ у Аэма. Пятнадцатая минута. Все по таймингу. ПТ, БФ есть. Нужно отправляться и фармить. Но как фармить ли у тебя с хайграундом стоит гапша пацанов, которые готовы зайти на этот хайграунд. Ну, сейчас будет смещение, понятное дело, потому что нужно подождать отката Некров. У Инвокера они уже откатились. Есть разгон на Инво. Инвокер. Есть ли под Сейф ТП? Есть под Сейф ТП. Фуриона нашли. Дэнди нашел Фуриона. Класс. Не кричи. Там есть чем сбить. Там у тебя на топе, да? Я так понял, экшен. Да, на топе экшен. Пытается Ахма отсюда уйти. Получает колд снэп. Хочет разогнаться. Не дает Некровщи. Уже Емана не остается. В итоге минус Ахма. Ну да, пытался там через стики как-то уйти, но все равно не получилось. Тоже попытка от Спиритбрейкера дособирать Мекканзм. Спиритбрейкер с Меккой. Очень классно. Не, ну понятно, что кому еще ее тут собирать, если скинг занят там, ну, другими немного вещами был. Ему блинк нужен был. Вот он залетает. И как же они трусят! Как много дамаги! О, Габла, кажется, выживает. Рамзес выживает. Инвокер тоже выживает. А вот Артстайл про нем этого сказать нельзя. Да, он отправляется в таверну. Санейка тоже отсюда улетает. И также ретируется Пак. На самом деле у Найви все хорошо вышло, потому что Мека об адон не успел прилететь. Если бы прилетела Мека, то этот файт вообще бы очень печально закончился. Просто один клад смеки, и все. Не было бы трупов. Да, ну в любом случае, Антимаг погиб. Ну, на Бэйна пофиг, ладно. Антимаг. Антимаг погиб, он фармить все это время не может. Соответственно, со своим Battle of Fury он по-прежнему такой якорный персонаж. Конечно, у него по-прежнему имеется моновойт. Уже второго уровня, между прочим. Это может немножко зарешать в тимфайте, но тимфайтов осталось не так-то и много здесь. Скорее всего. Смотрим, пока пытаются зайти на хайграунд. Есть Fortification прожатый, отспамили кое-как за счет песочка и пака. Пак Даггер 1100. До сих пор десятый уровень. Очень мало. У Ликантроп уже имеет 11-ый. У Ликантропа есть вторые некрачи. Я не удивлюсь, если летят третий. Да, так есть два пака, третий хроф уже есть у Team Spirit. Ну, это совсем грязно. Да, это совсем грязно. И Оршин готов у Фуриона, поэтому здесь Дэнди подставляться никак нельзя. Пока нет Юла. Юлу в ближайшее время, я так понимаю, и не будет. Да, за хило Дазла, конечно, просто чумачейче идет. Плюс там Владмир эти. Боже, как много, ты посмотришь, все это заходится. Она рыбкает. Для того, чтобы хоть как-то прохарасить, у пака есть уже еще одна арба. Но давать ее тоже не особо есть смысл. Пошел Метеор в Ахмо. Ахмо умирает. Что-нибудь может сделать? У щиток от тебя бы нажми. Ахмошечка. Нет, не нажимай, там щиток. Команде чуть болезнь бы сделал. Но теряю установление. Все фуловые. Некрачи бегают. Куча армора висит на персонажах, которые танкуются. Это делает тут же перемещаются на третью сторону. Волки тут. Некрачи, ренджовы все еще стоят. Два миличных тоже есть. Вышка почти упала. Это мега-крепы сейчас будут на 18-й минуте. Ласт. Фенди. Все умирают. Все просто умирают. Никто не может драться. Дитяра там воевал с Некрономиконом. Теряется третья сторона. ГГ, пик артстайл. 18-й минуты. Мы на 23 ставили. Да. 3-24. 18 минут понадобилось ребятам, чтобы закончить. Ну, что хочется сказать в первую очередь. Уже постфактумная аналитика. То, что пик у Na'Vi оказался слишком жадным. Не было того самого от спама. Вот этот антимаг керри Лина была бы реально более полезна, чем этот антимаг. А АМ, ну он вообще ничего не делал. Вот абсолютно ничего не делал. Да, от Лины, возможно, было бы так много пользы там где-то в дальнейшем. Но вот на данном конкретном этапе, на 18-й минуте, она бы сделала, я считаю, на порядок больше.